Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус. Давно не виделись, наконец-то, хоть какие-то минуты выдались для того, чтобы наконец-то заняться теми вещами, которые я давно собирался сделать, но никак не доходили руки и, как я сказал, не хватало времени. Итак, продолжим тему DIY. Эту матрицу я уже показывал в группе ВКонтакте. Самая обыкновенная матрица от самого обыкновенного, мертвого, давным-давно умершего, ноутбука Дэл. Самая обычная матрица. Выдергивается из крышки ноутбука, полностью оставляется только непосредственно сама матрица толщиной, ну, наверное, миллиметров 5, не больше. Вопрос, как заставить ее работать? Заставляет ее работать, как уже можно было догадаться, элементарнейшие потроха, а именно драйвер для матрицы на Алиэкспрессе. Таких вещей можно заказать целый миллион для абсолютно всех типов матриц. Благо, непосредственно матрицы, то есть вот эти экраны, производят всего 2-3 компании. Соответственно, они все достаточно стандартные. У китайцев за 3 копейки это можно заказать. Если мне не изменяет память, вместе с блоком питания вся вот эта вот трихомудия мне обошлась в какие-то несчастные полторы тысячи рублей. Соответственно, матрица мне досталась бесплатно. Прикиньте, можно сделать абсолютно на халяву HD телевизор. Причем не просто HD телевизор, а полноценный цифровой, так сказать, мультимедийный центр, который хавает все. Вот здесь мы видим ERC-разъемы стандартные для аналогового входа, для аналогового видео и аудио, HDMI, VGA-шные слоты, даже USB есть. Ужас, она умеет читать USB-шки, все это уже было проверено. Ну и само собой, можно подключить ей антенну. Управляется эта вещь одновременно традиционными кнопками. С кнопками будем поступать несколько злее, кнопки будут удалены, они не нужны. Я хочу сделать одну гламурную кнопку, вот эту. Это будет кнопка включения. И, разумеется, типичнейший, типичнейший ЭК-модуль. У меня таких миллион. И одновременно на нем еще маленький беленький диодик. Который сигнализирует о включении и одновременно приеме сигнала с ЭК-пульта диод двухцветный. Зеленый, кажется, и красный. Но это не имеет какого-то существенного значения. В вашем случае может быть что угодно. Можете заказать такую, можете заказать другую. В общем, реанимируем древний-древний экран. Вопрос. Какой смысл? Вот все DIY-щики останавливаются вот на этом. Ой, смотрите, оно работает. Ну окей. В группе ВКонтакте я это уже показал. Да, оно работает. И че? Ну и что делать с этими потрохами? А убой что? Будем собирать полноценный монитор, господа. Ля-я-я, самый настоящий. Такой, чтобы можно было повесить на стену или даже поставить на стол. Вопрос. Из чего его собирать? Я думал сначала его слепить из массива, но потом понял, что обрабатывать такую жесть будет достаточно проблематично и весьма долго, да и, в общем-то, и дорого. Не стоит какая-то дешевая китайская матрица, которая даже не антибликовая, которая еще и углы обзора имеет мерзотнейшие. То есть это древняя ДФТшка, ну просто невыносимая, в общем, вещь. Однако, однако, для тех целей, для каких она будет применяться, более чем достаточно. Я пойду дальше. Буквально за 10 минут мы слепим матрицу, мы влепим матрицу в самую обычную пенопластовую потолочную плитку. Огромная, огромная куча этих панелей. Этого будет более чем достаточно. Но я пойду еще дальше. Монитор будет достаточно большим. Можно собрать, на самом деле, полноценный ящик, телевизор, какими они были раньше и ЛТшник. Но фиг с ним, сейчас не до фигурного моделирования. Крепить мы будем с помощью натурального клея ПВА. Идеальная вещь. Я выяснил это экспериментальным путем. До сих пор, как я уже сказал, не развалилась модель моей квартиры, вот склеена именно вот из этой несчастной плитки. И именно вот таким вот элементарным ПВА-клеем. Ну, само собой, нам понадобится еще целая куча всевозможных расходных материалов мелких и прочего инструмента. Кстати, да, инструмент приводим в рабочее положение исключительно от себя. Все. Лезвие аккуратно убираем, чтобы не потерять. Все, инструмент готов к работе. Ну что, давайте мерить и чертить. Я, наверное, даже вот так сделаю, чтобы вам было понагляднее. Да и мне, пожалуй, тоже. 30. 30. Здесь 30. И ставим одну точку. Это будет непосредственно, как ни странно, не лицевая панель. Это будет держатель самой матрицы. То есть это будет ровно впритык вставлено внутрь. Представьте себе, что матрица вот как раз ровно на толщину плитки утоплена внутрь. Это будет именно так. И, соответственно, с этой стороны тоже отмеряем 30 миллиметров. 30 миллиметров. 30 миллиметров. Ну и, разумеется, отметим саму матрицу. 30 миллиметров. Готово. Ну и. Так, теперь вниз. Что я хочу сделать снизу? Ведь эти потрофа нужно куда-то девать. Если вот непосредственно с внешней частью все просто и ясно. То есть это должно хоть куда-нибудь смотреть. Никакого значения не имеет куда, ну, лишь бы не сверху. Это уж будет совсем неудобно. Я думаю, что это будет смотреть непосредственно вниз. То есть непосредственно вот таким вот образом, где-то сбоку, совсем сбоку, не принципиально, лишь бы хватало места. Можно прямо под матрицу поместить. Даже, наверное, развернуть, потому что провода будут уходить вот так. То есть вот таким вот образом разместим это дело. Пожалуй, что так антенный вход нам не важен. И получается очень удобно. Смотрите, какая ерундень. Получается очень удобно, что в правом нижнем углу у нас получается разъем для питания. И чуть-чуть, чуть-чуть левее HDMI вход. Этого достаточно. Сама высота, ну, здесь почти 100 миллиметров придется оставить. Плюс. Ладно, это не имеет сейчас пока никакого значения. Главное, что все это прекрасно влезет. Далее. Кнопки. Кнопки, разумеется, будем удалять. К сожалению, посередине разместить не получится. Вот в чем беда. Дело в том, что... Да, собственно, это уже можно удалить. Дело в том, что кнопка достаточно толстая. Ну, если контакты еще можно подогнуть, то утопить ее будет весьма проблематично. Это при том, что она по толщине, ну, примерно такая же, как все мозги. Будем что-то городить. Боюсь, что кнопку придется делать где-то сбоку. Я думаю, что будет это все приблизительно вот так располагаться. Пока проткнем, оставим. Один из всего этого остается только один провод. Нам понадобится только кнопка питания, которая будет вот сюда вот и подключена. Длины нам более чем достаточно. Да, еще нужно посмотреть, подойдет ли такая компоновка. Потому что нам нужно знать... Да. Как мы видим, по правой стороне тоже идет разъем логики. По правой стороне. Поэтому это очень удобно. Провода, как мы видим, не самые длинные. Управляющие провода значительно длиннее. От этого мы избавимся. Ну, и здесь нам необходимо будет, к сожалению, в лицевой панели оставить где-то одно отверстие. Причем, опять же, не принципиально, где именно его размещать. Вот именно этот модульчик. Это инфракрасный приемник. Ну, ладно, это все лирика, безусловно. Это будем думать, как это... Потому что вообще отрежу. В самом-то деле. Вот такая вот простенькая и незамысловатая конструкция. Давайте померяем, сколько нам понадобится. Видите? Только что свалился со стены мой рог. Это тонкий намек. Это мне с кухни намекают, что надо бы пойти пожрать. Но мне не до этого. Я занят. У меня руки чешутся. Итак, давайте прикинем, сколько нам еще понадобится. Ну, допустим, мы оставим миллиметров вот здесь. Миллиметров 10 до микросхемы самой. И приблизительно... Да не приблизительно, а отмечаем сразу, сколько ей нужно. Ну, еще оставив пару миллиметров. Пару миллиметров. Собственно, все. Под кнопку отверстия вырезать можно очень легко. Ножницами, струной горячей, гвоздем, шилом, чем угодно. Пропилим, в общем. Каким-нибудь макаром мы это сделаем. Все, собственно, мы готовы. Дальше остается только вырезать и градить, скажем так. Так, ровность и точность постановки экрана никакого значения не имеет, потому что вся конструкция будет весить меньше, чем... Меньше, чем MacBook Air. Вот так вот. Утритесь, господа инженеры Apple. Шучу, конечно, нет, конечно, конечно, нет. Вы что, вы что, у меня же... У меня же самого, как я могу оскорбить самого Санцеликова? Стиви. Итак, нам понадобится... Нет, и так, нет, не так. Так неудобно мерить. Давайте померяем. 36, да, и получается... Итого 60 миллиметров. 60 миллиметров мы оставим, пожалуй, вот, чтобы наверняка... 60... 60 миллиметров. 60... Здесь тоже отмеряем. Сейчас вы поймете, наконец, как будет выглядеть матрица. Вставленная в корпус и как в конечном счете будет выглядеть сам монитор. Матрицу уже можно убрать. Она нам больше не понадобится, потому что предстоит в основном работать с клеем. Не забываем, господа, при работе с клеями и прочей химией и исключительно в вентилируемых помещениях проводить все мероприятия, иметь под рукой разнообразного вида промывочной жидкости и прочее, прочее, прочее. Ну, немножко скосипорил, но это, опять же, никакого значения не имеет. Все это будет подгоняться. Это ж, бать его, пенопласт. Обработать его можно, вот уж чего-чего, действительно, ножом. Делается это элементарно. О, вот где-то здесь у нас будет находиться. Мозг. Вот где-то здесь у нас будет находиться кнопка. Ну, и где-нибудь будет находиться ИК-приемник. Как вам? Как вам, моделька? Гламурняк же, да? Красота. Так, господа, если есть желание поддержать проект и скинуться на ровный стол, все есть в описании, господа. Все есть в описании. Так, поехали. Лиха беда, начало. Так, плитка немножко уезжает, поэтому ее необходимо прижимать получше. Как-то так. Я уже забыл, как я резал плитку, чтобы она не крошилась, к сожалению. Да, а вот уже и вспомнил. Режем под минимальным углом. То есть, не так, а вот так. В отличие от дерева, это нужно резать как можно меньше, наклоняя. Вот, итоговый размер экрана. Выглядеть оно будет вот так. Проверяем, заходит ли матрица. Да, матрица утапливается. Оп, оп, оп. Идеально. Причем, смотрите, высота одной потолочной плитки, ну, придется поверить мне на слово. Идеально. Хоть сейчас можно уже вклеивать. На самом деле, клеить, разумеется, не будем. Матрица будет просто уложена. Теперь нам необходимо сделать точно такой же шаблон, но с меньшим окошком. То есть, для того, чтобы уменьшить само окно для непосредственно матрицы, чтобы она не вываливалась и цеплялась за рамку. То есть, сделаем еще одну такую же панель, но с меньшим. С меньшим, с меньшим, с меньшим на... Господи, а вы китайцы дают? А, нет, ровно 5. Все-таки 5. Ровно на 5 миллиметров. Так, у нас получилась фигурная моднявая рамочка. Остается только склеивать. Остается только склеивать. Да, вот, хорошо заметно, что у нас рамка получилась на 3-4-5 миллиметров меньше. Она вся находится внутри. Это позволит матрице не вывалиться. Много не нужно. В данном случае важно проклеить внешний и вот этот внутренний шов. Пусть ваше. Полуаза твердивая достаточно резво. Достаточно быстро, поэтому особо заморачиваться нет смысла с тем, чтобы его под каким-то гнетом оставлять. Хотя, конечно, было бы разумно. Итак, у нас есть энное количество обрезков, которые негодны больше ни на что, кроме как соорудить вот эти стенки. То есть, непосредственно боковые. Начнем их сооружать. Мы точно знаем, что нам нужны боковые стенки толщиной, напомню нам всякий случай, 30 мм. Можно даже больше, потому что матрица толщиной получилась, как вы помните, ровно в одну плитку. Более чем достаточно. Итак, у нас глубина 30, длина 300, 35, шириной 30 выходит. Соответственно, еще пара панелей и все, ей однозначно хватает. Их тоже так же проклеиваем. Все лишнее, разумеется, затем отрежем. То есть, до 300 в длину. И подклеиваем к остатку. Особо над разравниванием всего вот этого великолепия заморачиваться тоже, безусловно, нет особого смысла, потому что все это затем можно без проблем обклеить также остатком одним просто декоративно. Убираем это все дело для просыхания под некоторый гнет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Под гнетом я поставил холодный, холодный, подчеркиваю, не включенный утюг. Полчасика, клей подхватился. Отчасти полимеризов... Полимеризов... О, косноязычный бутылкус. Вот что значит, давно видосов не выпускал. Частично полимеризовался. Можно загонять матрицу. Вот что у нас, господа, получается. Не выпадает ничего. Ничего не торчит. Вперед она у нас не нырнет. Вверх тоже. В принципе, даже я вот думал сделать либо вертикально, либо горизонтально. Но уж начал делать вертикальные панельки. Вертикальную арматуру. Соответственно, нет смысла делать даже горизонтальную. Особого, потому что, как мы видим, перекрывается панель где-то на добрых 5-7 миллиметров. Она точно не выпадет. Плюс она сюда запрессована довольно неплохо. То есть, она однозначно не вывалится. Можно уже смело вклеивать сюда макушку. То есть, непосредственно клеить сам монитор. И, собственно, задняя крышка будет установлена так же сюда. Точнее, крышки-то и не будет. Это не крышка, это просто задняя панелька, которая более-менее предохраняет, ну, не знаю, от статики, от пыли, от чего-то такого, что сзади может возникнуть, потому что он будет висеть на стене. Вот такая незамысловатая конструкция остается теперь в коричь назад электрику. Электрику необходимо вписать куда-то вниз, для вас вверх. Да, для меня это задняя часть. Подумал я, подумал, каким макаром это сделать. И не придумал ничего более прозаичного, чем поступить старым, проверенным дедушкиным методом. Вот возьмем остатки, пожалуй. И на примере ненужных кнопок покажу. Здесь тоже есть посадочные отверстия. Вот таким нехитрым образом. Пишки, разумеется, необходимо будет заточить. Вот так. Элементарно. Не требуется никаких изворотов, ничего. Ничего не упадет. Да и не может упасть. Получается, что у нас полностью будут запрятаны все мозги. И у нас остается пространство для... Давайте посчитаем. Для одной. Это еще лежит на проводах. Для двух. Ну, пожалуй, даже для трех. Даже больше панелей. Ну, вот если смотреть по контактам, то... Для четырех. Поэтому, да, я буду подклеивать еще по две панели. По две панели. Сюда и на заднюю стенку. Оставляем так, как есть. Здесь есть еще одно посадочное отверстие. Так же спичка, просто снизу будет торчать кусочек платы. Мне кажется, вполне себе диайвайново это будет выглядеть. Да, очень даже. Очень даже. Вот тут для одной стороны мы делаем. И вторая. Вот здесь вот уже можно не жалеть клей, потому что это должна быть силовая конструкция. Теперь необходимо придумать, каким образом мы будем вставлять кнопку. Кнопка у нас довольно большая. И нам необходимо ее вкорячить предельно аккуратно. Разумеется, у нее есть посадочные... О, это рассчитано на тонкий металл. Это кнопки для игровых автоматов. Вот. Две посадочные заушины. Вот таким вот нехитрым образом сажается в металл. Но то металл не самый приятный и самый удобный способ. Это как раз, как ни странно, это вырезать ножом. Но, тем не менее, это возможно. Диаметр 40, кажется. Нет, 30. Диаметр 30 миллиметров. Соответственно, нам нужно вырезать не более 30. Давайте возьмем расчет, скажем, 28. И начнем долбать в лицевую панель отверстие на 28 миллиметров. Не забываем. У нас по правой стороне... Это задняя часть. По правой стороне будут идти мозги. Соответственно, кнопка должна находиться где-то слева. Так, у нас мозги получаются здесь. Соответственно, кнопка должна находиться где-то вот тут. 30 миллиметров. То есть, выглядеть это будет вот таким вот нехитрым образом. Да, я гламурно. Белый, с розовой пипкой. Прям айфончик, айфончик. Только вот айфончики нихрена не розовые. А у меня вонеторчик будет белый с розовым. Девочки должны пищать от удовольствия просто. А главное, что такую фигню может соорудить реально девочкой. То есть, вот так вот, девчонки. Если дохлый ноутбук, не изобретайте велосипед. Сделайте сами из панелей такую вот штуку. Удивите мужиков. Ну что, я думаю, что получится сковырнуть по 14 миллиметров в обе стороны. Это самая сложная часть здесь. Так. И, соответственно, в обратную сторону. Так. Вот так. Я знаю, чем я это сделаю, господа. У меня же полный набор штихелей для художественной резьбы по дереву. Сейчас попробую вам это изобразить. Для наведения фэн-шуя воспользуемся полукруглой стамесочкой. Главное делать всё не шибко маньячески. К тому же кнопочку мы сюда ещё и вклеим. Частично, полностью. Но вклеим. Вклеим. Готов. Подрезили. Всё подрезано. Всё подрезано, братан. Мне будет проще сейчас. Готов. Идеально. Кнопка садится просто пипец как плотно. Красота. Вот таким вот образом подпаиваться здесь есть куда. Вопросов быть не должно. Главное, сильно не переманьячить, иначе кнопка приклеится. И действительно вся работа будет запортащена. Главное, чтобы клей не пролился внутрь. Поэтому мы не дадим ему туда пролиться. Сразу прессуем кнопку. Готово. Готово. Итак, мы имеем кнопки питания, меню, громкость убавить, прибавить, канал вниз, канал вверх, и изменение входа-выхода, ТВ-АОЭ. Давайте смотреть. Нам получается, каждая кнопка замыкается на землю. Нам нужно смотреть землю и эту кнопку. Переворачиваем. И видим дорожки. Земля одна для всех общая. И это крайний левый контакт. И дорожка идет, 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 идет. Получается, что это вторая слева. Вторая слева. То есть, в общем-то, К6 и земля нам нужна. Это первая и вторая слева. И теперь смотрим, куда именно нам необходимо распаиваться. Вот эти два провода. Чтобы замыкать и не паять, сам коннектор от мозгов не трогать. У меня есть дюпон, дюпон кабеля. Это, конечно же, колхоз во все поля. Однако, это более чем надежно. Ну и все. Теперь запаиваем. Теперь будем запаивать кнопку. Убираем мам. Нам мамы ни к чему. Нам папы важнее. Зачищаем, лудим, паяем. Итак, я подпаялся. Что-то припоя мало осталось совсем. Скиньтесь на припой, народ. Ого! И тот китайский. Ну что, пришло время проверить, правильно ли я подключился. Если что, безусловно, вот почему было полезно не подпаиваться целиком, не отрезать ничего. Если что, перевод к нему. Вот так, вроде все должно работать четко. Так, давайте проверим, как оно у нас будет фонциклировать. Фонциклировать будет ли? Да должно, конечно, потом денется. Подключаем блок питания. Блок питания фонциклирует. Включаем мозг. Светодиод загорается красным. Система заработала. Матрица включилась. Давайте свет погашу. Чтобы было чуточку понятнее, что происходит. Переверну ее даже. Все. Итак, монитор у нас полностью в рабочем состоянии. Выключено. Кнопка горит красным. Вот так будет познаметнее. Индикатор у нас красный. Снова включаем. Он даже мигнул. Загорелся зеленым. Происходит включение. Синий экран, как положено. Музыка, фото. Нет. Устр. Это я USB использовал для выключения. Все. Кнопки работают, как положено. Элементально. И яркость светодиода, кстати, не такая уж и раздражающая, как я и подумал в первый раз. Так что его можно смело, смело использовать. Смело использовать напрямую. Тем лучше мне. Тем мне легче, тем мне веселей. И начинаем собирать готовую систему полностью. Мазжечок у нас будет находиться здесь. Давайте-ка немножечко проложим. Всякого рода остатков под матрицу, в том числе. Чтобы она у нас не оседала. Куда-нибудь сюда. Потому что сюда сейчас будем втыкать мозги и напрягать их. И вот сюда. Потому что что-то я подумал, что было бы все-таки неплохо заиметь ребра жесткости. Готово. Это будет уже завтра утром. А пока... А пока давайте размещать. Это одна панель. Это вторая панель. Провода можно будет закрепить внутри, между двумя спичками перемотать. Точно так же. Мозги, наверное, нужно сразу переложить. Куда-то. Куда-то. Куда-то сюда. На самом деле их можно даже скотчем приклеить. Как ни странно. Те самые 30 миллиметров, которые нам были нужны. Ну и где-то здесь будут мозги. Но сначала померяем. Модной стороной наружу. Для того, чтобы все это было аккуратно сделано, мы даже ее перевернем. Сразу же после того, как я все сюда подложу и подклею. И с этой стороны аналогично. Матрица уже никогда никуда не упадет. И никогда никуда не денется. Подмазываем теперь верхнюю часть. Как следует. Чтобы надежно приклеить задник. Готово. Шпакливаем все неровности. Так сказать, ПВАшечкой. Чтобы на следующий заход подклеить задник четко. Подклеиваем часть для мозгов. И на ответную сторону задника подклеиваем вторую часть мозгов. Здесь получается чуточку разумнее. Получилось. Здесь более плоский у нас. Интерфейс, если можно так выразиться. Где-то так. Примерно так. Подбираем остаточки. Они нам не понадобятся. Готовимся к перевороту. Так сказать. И готовим четыре посадочных спички. Вот таким вот образом подготовленные спички. Самый интересный момент. Крепим мозги. Пожалуй, что так, мне кажется, будет вполне приемлемо. Или можно вверх ногами попробовать. Так будет поровнее. Ладно. Сейчас поголдуем. Здесь самое главное подключить провода. Остальное дело техники. Провода на месте. Один на месте. Ну что, и пожалуй, как-то сверху что ли сделать. Сверху не получится. Здесь как-то тоже особо не нравится. Подклеим на кусочек пенопласта. Вполне пройдет. Небольшое количество клея. Еще немножечко пенопласта добавим. Много пенопласта не бывает. Ну и куда-нибудь вот сюда. Мне кажется, вполне. Нам понадобится еще одна спичка. Все. Теперь мозги не выводут никуда и никогда. Остается только закрепить все на задней панели. Такс. Самый ответственный момент. Выгружаем крышку на место. Не колоться бы. На месте, на месте, на месте. Продолжение следует. Я думаю, нужно, наверное, не с этой стороны. Да. Вот сюда и ложится хорошо. Поэтому мы поступим вот так. Подклеим. Ох, заметно, да? Подклеим. И приклеим вместе с подставочкой, которая была здесь. Немножечко наоборот. Приемник. Точнее, собственно, здесь и подставочка-то не нужна. В общем, даже неплохо вложится сам по себе. Единственное, мешает гребенка подпайки. Поэтому нужно взять фрагмент подлиннее. То есть мы возьмем более широкую часть, отсюда вот этот. Просто подлиннее фрагмент. И приклеим к нему поперек. Со всех ракурсов, разумеется, я фотографии вставлю. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, прошло что-то около 10 часов. Я немного продрыгся. Отпуск проходит, так сказать, плодотворно. Я подключил всю систему. Итак, у нас есть монитор, подключенный через HDMI кабель. И кабель питания к блоку клавиатуры. И HDMI подключен к Raspberry Pi. Просто будем использовать в качестве тестового стенда, разумеется, клавиатура. И пульт от телевизора. А вот от этого я нашел. Поставляется драйвер вместе с пультом. Он будет необходим для того, чтобы просто переключить режим. Потому что изначально выставлен на, кажется, чтение флешек, что ли. Давайте тестировать, как оно будет работать. Гламурная розовая кнопка. Ааа, все, все включилось. Ааа. Да, и у нас сразу же настроено на воспроизведение чего-то там. Так, приемник тоже в полном порядке. На HDMI переключились. Увидим надпись об этом. Нет сигнала. Подаем сигнал. Включаем малину. 1080. Все заработало. Но мне не нравятся эти самые 1080. Я думаю, что нужно изменить картинку. Изменил я разрешение. Все стало четко и красиво. Да, все демонстрируется ровно там, где оно и должно демонстрироваться. Отлично. Разрешение меняется в Raspi-Config. Это была не особенность матрицы, а особенность непосредственно моей малины. Операционная операционка. А теперь посмотрите, как шикарно, шикарно светится монитор. Давайте я включу подсветку. Все натянута выглядит вот так. На самом деле, из-за кривого баланса белого, вам кажется, что все голубое. На самом деле, это белое. Я постараюсь исправить это в постпродакшене, ядре, Натан. Но, тем не менее, все очень красиво. Все очень, очень сексуально. Можно даже посмотреть, как будет выглядеть хтоп. Вот так. То есть, все очень красиво, все читается, все влезает в экран. Все ништяк. Разрешение выставляется в самой системе элементарно. Все, монитором можно пользоваться. Монитор теперь эротичен и симпатичен. Теперь он торжественно будет водружен на стену. Ну, просто посмотрите на этого. Просто посмотрите на этого. Посмотрите, какой сексуашка. Оп. А? Э? Чувствуете? Чувствуете подложку? Оп. Вот так вот, да. У меня много освещения и осветительных приборов. И все это необходимо будет регулировать. Вот так, господа. С помощью потолочной плитки, с помощью клея и некоторого количества спичек мы соорудили полноценный монитор. Сама по себе матрица не айс, но тем не менее. Тем не менее, за неимением лучшего, менее чем за 2000 рублей, мы получили Full HD монитор. Который одновременно может быть и телевизором, и все такое прочее. Ну, и, разумеется, работать с пульта. Всем удачи. Пока. Продолжение следует.